Да, прекрасный выглядит мячо, атлетичный, широкоплечий и при этом лёгкий. Очень мотивирован, очень заряжен и сразу включает максимальные скорости мяча. Он ещё и левша. Костя принимается за своё, неторопливое давление, неторопливое, но неотвратимое. Начал бьёт достаточно жёстко. Но он прекрасно понимает, вот тот самый случай, когда пропускать нельзя. Костян правый кулак нацелен на противника. Мячелл сейчас длинный хлёсткий удар выбрасывает. И крутит туда, куда нужно в бою против правши. Вот как-то так бывает у Кости, что он зачастую стартует поздно. В общем, несмотря на то, что он... Да, да, да. Конечно, это же Кортес. Нет никакого нокдал. Чугунный Костян кулак врезается в голову Мячела. И мы все понимаем, и публика понимает, и Костя понимает, что третий человек в ринге – это союзник его противника. Что-то случилось с американскими профессиональными рефери. Такие были блестящие рефери совсем недавно. Эмил Слейн, Эмидж Хелперн. И сейчас есть Джейн Эйри. Но все чаще и чаще мы сталкиваемся с такой не очень явной, но все-таки за ангажированностью судьи и рефери. Костя начинает вкладываться. Пока у Мячела неплохо все получается. Конечно, зевнул он, пропустил этот правый, длинный и очень жесткий удар. У Мячела в углу целая толпа, пять человек, секундантов, и все в военной форме. Да, похоже, что сбил с ног Костя. Но формально рефери обязан был, конечно, посчитать. Мячел пока что не понимает, что вступать с Костей в силовую борьбу – дело безнадежное. Костя сломает. Конечно, Мячел немножко нервничает, суетится. И сразу ныряет головой под мышку, прячется там. Понимаю, что задерживаться на удобной для Костя дистанции никак нельзя. Надо либо убегать, либо идти к нему. Все, абсолютно все правильно делает Шангом Мячелл. Очень грамотный боксер. Костя решил тут статус-кво установить вблизи, но Кортес помешал. Нервничает Мячелл, суетится, хотя действует достаточно изобретательно. Немножко с ленцой действует Костя. Я говорил, он такой поздний стартер, что называется. Конечно, задачку загадал Мячелл Костя. Мячелл боксирует очень эффективно. Стоп, стоп! Очень трудно поймать его на том движении, когда он идет на Костю, идет прячется там куда-нибудь под мышку. Костя не успевает оттянуться и ударить навстречу. Это отец Кости. Он привел, по-моему, в 8-летнем возрасте Костю в боксерский зал. Он был всегда рядом, когда тот был любителем, потом стал профессионалом. В общем, отчасти отец разделяет все успехи своего сына. Вот я вам говорю, что немножко с ленцой Костя действует. А зря. Тут уже первая травма. Легкая пока. Вот надо сказать, что в этом бою против Шанба Мячелла кое-какие недостатки Кости проявились. И, в частности, его абсолютная убежденность и не без оснований в своем силовом превосходстве ударной мощи немножко обеднила это его арсенал. Он всегда уверен, что рано или поздно он противника достанет. А вообще-то надо сказать, что Костя ведь блестящий техник. Например, Крис Бёрд, знаменитый тяжеловес, сказал, что он никогда не видел лучшего любителя, чем Костя Цзю. И это действительно так. Костя великолепный техник, умный, расчетливый, с фантастической выдержкой и умением находить варианты, которых противник не ждет. Вот таким был любителем Костя Цзю. Но после того, как в Кегле повалились все его противники на профессиональном ринге, Костя стал проще. Можно сказать, рационально. Но, в общем, у меня сложилось впечатление, что его арсенал немножко обеднил. Правда, Костя в бою против Бен Атаке, который вы видели, показал, что ничего он не растерял. Просто, если он хочет, он может это использовать. Чуть-чуть. Чуть-чуть промахнулся Косте, повезло сейчас Митчеллу. Митчелл знает, чего опасаться. Вот это правая рука, Костя Цзю. Это оружие против левши сокрушительное. Вообще, в любом бою. Успевает Митчелл. Попадает навстречу. Многовато. В финале этого раунда Костя пропустил ударов. Два или три раза Митчелл его достал. Здесь, в углу Митчелла все очень возбуждены. В общем-то, они, конечно, немножко опасались Костю перед боем. Ясно было, что тут много неприятностей следует ждать. Но пока что Митчелл держится молодцом. Пусть это его манера, его суетливость. Он не очень импонирует публике, но с точки зрения рациональной он делает все правильно. Вот тут, конечно, с такой страстью он прижался к Косте именно после того, как Костя поймал его на короткой дистанции ударом справа. В общем, есть такое английское словечко «спойлер». Но это не тот спойлер, который ставится на багажнике гоночной машины. Спойлер – это тот, кто портит картину. Вот спойлер в боксе – это тот, кто мешает противнику работать. В этой роли сейчас выступает Шармбон Митчелл. Выступает успешно, надо признать. Убегает. 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 Пока что удаётся ускользать Митчеллу от ударов Костя дзю. Убегает. 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 Вкладывается, Костя, зря вкладывается. Видно, как он заряжен на этот удар. Он не обращает внимания на всю эту мельтешню и просто выцеливает. Но дело в том, что когда противник чувствует, что в него целится, попасть в него очень трудно. Тактика очень эффективная, Митчелло. Два варианта. Либо беготня. Резкие смещения по фронту. Либо хлесткие атаки и клинч. Кажется, Костя погасил эту агрессию сейчас. Два четких удара. Это за что? За то, что Костя бросил на пол своего противника. Он тут напрашивался уже все предыдущие раунды на это. Но я вам говорил, кто такой Кортес и как он относится к Косте Цзю. Публика довольна. Похоже, что Костя начинает втягиваться в ритм этого боя. Посмотрим повтор. Прозевал момент Костя сейчас. И промахнулся встречным ударом. Ну и в чем тут Костя виноват? Я, поверьте, не выступаю в роли болельщика. Но я уже давно заметил отношение этого рефери к Константину. И так и жду подвоха с его стороны. Чистое попадание. Костя достал. А я все жду, когда последует замечание в адрес Митчелла. Говорил я вам, очень скользкий, очень увертливый противник сейчас у Кости. С ним нужно быть внимательным. Но его игру ни в коем случае принимать нельзя. Но Костя, в общем-то, и не любит суеты. При любой попытке сократить дистанцию, Митчелл немедленно отрывается. Да, очень увесисто бьет Константин. И, в общем, попадание, серьезное попадание, это вопрос времени. Сейчас пойдет последняя минута пятого раунда. А ведь бой рассчитан на 12. Я не думаю, что... И тогда не думал. Что Митчелл выдержит 12 раундов бомбежки, которые Костя непременно организует к концу боя. Кажется, скоро Митчелл пожалеет о том, что он навязал вот эту вознюю в средней дистанции. Костя пристрелялся. Но расслабляться не стоит. В общем, то, что Костя пропустил в этом бою, ничего серьезного, правда, но это его, собственно, вина. Как-то он иногда выключается из ритма. Пусть на какие-то полсекунды, но Митчелл здорово это чувствует. В этом раунде Константин, конечно, кажется, нашел свой прицел. Костя пропустил в этом бою. Костя пропустил в этом бою. Все. Пусть на один. Субтитры делал DimaTorzok На обострение пошел было Митчелл Много работы, конечно, у рефери сегодня Ну вот, знаменитый правый Фирменная марка Кости Дзю Да, наконец-то рефери решил объяснить, что и тут нокдауна не было Который раз уже Митчелл после своей атаки Резко идет с наклоном вперед Не стесняясь, хватает противника И жестко держит Астрауумно сейчас получилось у Кости Пошел вниз, ударил наверх и попал Все, кажется, Митчелл уже все козыри выдал К середине боя все ясно То, что он делает, он делает здорово, прямо скажем Приходится признать У него отличная скорость Он координирован Он быстр, непредсказуем Но его тактические ходы В общем, достаточно однообразны сейчас Костя не хочет действовать в его стиле Он не хочет включить ноги Он абсолютно убежден, что рано или поздно противник окажется в нужном положении И вот как раз тот момент, когда Митчелл После такой перестрелки в средней дистанции Бросается Косте под мышку Будьте уверены Он пропустил удар В общем, надо сказать Что Костя выглядел в начале боя Немножко таким затянутым Не очень быстрым Тем не менее Как говорится, факт на лице Уже рассечение, уже гематомы уменьшило Рефери обязан Хотя бы предупредить Митчела Вот за эту грязь Был удар или нет Я не успел разглядеть Когда Митчелл оказался на полу Что там? Ногу подвернул Митчелл Похоже, что так Хотя на ринге всякое бывает Боится, может и притвориться Как видите, вроде Все в порядке с ногой У Митчелла Резво так бросился в атаку И Костя, в общем, начинает Медленно, но верно Методично Что называется Перерубать противника А тому что делать? Только снова и снова Идти в клинч За который почему-то Рефери Джо Кортес Никаких замечаний не делает Стоп, стоп, стоп Для Митчелла, конечно Оказаться перед Костей Прижатым канатом Это, считайте, конец боя будет Он хорошо помнит это Все время держит в голове Вы знаете Не один случай был в ринге Когда вот за такое поведение Противника дисквалифицировали Мы помним Бесконечные держания В исполнении Генри Акинванды В бою против Ленокса Льюиса Множество таких случаев было Так вот По-моему, уже Пять штрафов заработал За предыдущие раунды Митчелл За бесконечные держания Кортес не реагирует Тут в углу говорят Что у тебя с ногой Ты можешь отказаться Тебе решать Тут появляется Доктор Доктор Гудвин Ее рыжая шевелюра Немедленно возникает в углу Когда что-нибудь происходит Не так с точки зрения медицины Отказ Митчелл отказывается От продолжения боя Поскольку не в состоянии Продолжать его Не хочу выступать в роли предсказателя Думаю, что Если бы нога Митчела Не подвела А похоже, что это действительно Серьезная травма Я думаю, он бы все равно Долго бы не продержался Потому что С каждым раундом Он пропускал все больше И больше ударов Все в ринге бывает Конечно, все бывает Но Закономерность прослеживалась Уже где-то Начиная с пятого раунда Костя пристрелялся Костя Костя зашел в угол К противнику Поинтересоваться Как там здоровье И Выразить сожаление Костя вообще джентльмен Он Абсолютно Немодный боксер В плане поведения Сейчас же все Пытаются Унизить Противника Запугать его Найти что-нибудь Отрицательное В его поведении Внешности В стиле Ведения боя И так далее Костя никогда этого не делал И не делает Старое доброе рыцарство В ринге Возрождают Вот такие ребята Как Костя Дзю И еще Немногочисленная Компания Боксеров Которых можно По пальцам Перечесть Все ждут Вердикта Ну в общем Он Абсолютно Ясен Итак Рефери Джо Кортез Останавливает бой По совету Из угла Шамбо Митчелла Которые решили Что продолжение боя Повредит здоровье Их боксер Костя Дзю Захватывает Еще один пояс Чемпиона мира По версии WBC И всем стало ясно Что недалеко То время Когда Костя Овладеет Титулом Чемпиона По версии Всех главных Мировых организаций Достойных Упоминаний На повторе Видно Что Митчелл Напрашивался На эту травму Сам Много раз Он Вот так вот Прятал голову Подмышкой У кости Пытался его Вывести Из физического Равновесия Потому что Из морального Равновесия Все знают Костю Вывести Невозможно И В результате Пострадал Костя Надоело Пару раз Он его Просто Выкрутил Что называется По борцовски Бросил на пол Вот вам результат Сейчас послушаем Интервью Костю Костю Поздравляем вас Вы знали Перед боем Что он Жаловался На травму Ноги Нет Я этого Не знал Если вы Вышли на ринг Нечего Искать Оправданий Я в этом Уверен Во время боя Вам не показалось Что у него Что-то Не в порядке С ногой С левой ногой Я не знаю Я не приглядывался Может быть Он и подвернул Лодыжку Как оно тут Получается Но это Выходило С основными руками Боксируете Ничего Как вы Чувствуете себя В сравнении с ним Как вы думаете А вы посмотрите На мое лицо И на его Все станет ясно Должен вам сказать Что парочку Грязных трюков Было Он часто шел С низко опущенной головы Потом резко Выпрямлялся Пытаясь Меня рассечь Пару раундов Вы все-таки Им позволили Побегать вокруг Это была моя тактика Я в общем-то Старался давить на него Прессинг устроить И Когда вы бегаете быстро Вы не сможете остановиться Чтобы ударить Либо вы бежите Либо бьете Но когда он только пытался Встать Вот тут Приходила удача Моя тактика состояла в том Чтобы заставить его Остановиться Как только он останавливался Все остановилось На свои места Заб Джуда Который наблюдал Который наблюдал за этим боем Был уверен У очень многих известных боксеров Но которые были уже на сходе А как насчет тех Кто на подъеме Что вы ответите Вашим критикам Самая главная критика Исходит от моего окружения От меня самого А на остальное Не обращай внимания Я никогда ни на что Не жалуюсь Но Наслаждайтесь победой Поздравляю вас еще раз И теперь у вас Целых два пояса Ну а сейчас По традиции Журналист Перебирается К побежденному И вот как он выглядит Спасибо Шамба За то что держались Мужественно Как вы себя чувствуете Нога болит Колено болит Лодыжка болит Я хотел продолжать Но угол мой Мои секунданты Решили остановить бой Это они решили так Не я Доктор вмешался Пришлось подчиниться А доктор сказал Что с такой травмой Ноги продолжать бой нельзя И мы понимаем Что это не ваше решение Было Но во время боя Как вы себя чувствовали Ну он меня просто Гнул Ломал Он Ставил меня в такое положение Когда у меня Нога подворачивалась Но я все равно Хотел бой продолжать Ну вы знаете Когда два лучших В мире боксера Выходят на ринг Всякое может случиться Я понимаю Что вы очень расстроены Я потерял свой пояс Может быть Выиграю когда-нибудь Еще один Он пару раз Жестко вас достал Как вы думаете Ваша тактика Перестала работать После этого У нас в борьбе Всякое происходило И я чувствовал Что у меня все болит Я не знаю Что сказать Ну а мы на этом Прощаемся с вами Желаем вам Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok